Купите нам какой-нибудь костюм Педа Мороза и подарите, мы вас всю жизнь помним будем. Директор Оренбургской школы предлагала родителям купить не только новогодние костюмы, но и туалетную бумагу, лопаты и топливо для снегоуборочной машины. Видео попало в сеть. Сегодня педагога уволили. Родители позже заступили за директора, якобы они сами инициировали покупки. И таких случаев по России сотни в Миноборнауке отмечают. Родительские комитеты порой перегибают палку, не имеют права требовать деньги. Ответственность за действия родительского комитета несет директор школы, так как он является представителем юридического лица. И если родительский комитет занимается тем, чем ему не положено, и выходит за рамки своих полномочий, то привлекаем мы директоров. Положение о родительском комитете не менялось с 1976 года. Там прописано, что мамы и папы имеют право собирать деньги. Но законодательство поменялось. Теперь наличные в стенах школы и садиков вне закона. Специалисты вышли с инициативой. Нужны поправки на федеральном уровне. Отец троих детей Шамиль Шагапов сдает деньги на дополнительную литературу и охрану в школе. Поборами это не считает. Некоторые родители, активные несомненно, они очень болезненно воспринимают этот вопрос. Ну и честно говоря, просто мешают остальным родителям, кто понимает, в каком состоянии находится система образования, кто понимает, что ей помочь надо. Такие родители, они мешают организовать деятельность какую-то дополнительную для детей. Тем, кто хочет помочь школе, чтобы проблема у директора не возникла, советуют перечислять деньги на расчетный счет учреждения. По нему должна составляться смета и отчет, куда потратили средства. В этом году более 40 директоров школ и заведующих детсадов привлекли к дисциплинарной ответственности. Как правило, обращения о поборах поступают анонимно. Специалисты советуют не замалчивать о вопиющих фактах, чтобы сразу разобраться в ситуации и пресечь нарушения. Обращение принимает департамент надзора и контроля в сфере образования республики. Анна Городнова, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова